Для кузбасских заключенных открылся интернет-магазин. Проект начал работать недавно, но довольно успешно. По количеству заявок из пяти областных учреждений пока лидирует Кемеровская сезон номер один. Роскошь это или необходимость для осужденных людей смотрите в нашем сюжете. Интернет-магазин или электронный ФСИН, как назвали его программисты, это возможность быстро доставить передачу заключенным. Раньше, чтобы передать пакет за решетку, нужно было написать заявление, пройти досмотр и, скорее всего, половину вещей и продуктов увезти обратно домой. Тем, кто хоть раз прошел обычную процедуру отправки и передачи, снова собирать ее не торопится. Теперь оформить заказ могут родные и близкие на сайте efsin.ru. В каждом учреждении свой перечень продуктов питания, свой ассортимент, естественно, свои цены. Но они сравнимы с магазином, с обычным магазином, который находится в том или ином поселке или городе. Но надо учитывать, что при доставке продуктов питания и товаров учреждение берется незначительная комиссия за саму услугу доставки плюс за упаковку. Комиссия сравнима с обычной посылкой по почте. Поступил заказ на Гонтарева Дмитрия Владимировича. Если ассортимент соответствует полностью, существует наличие, утверждаю заказ и заявителю приходит квитанция об оплате, с которой он должен пойти в Сбербанк и оплатить в течение трех дней. Как только деньги поступают на счет учреждения, посылку собирают здесь же, на складе магазина при СИЗО. Недавно через интернет-магазин «Электронный ФСИН» пришел заказ почти на 3000 рублей. Заключенный получил подушку, одеяло, посуду и продукты. Сегодня и Дмитрию Гонтареву принесли его передачу от родителей из Алтайского края. Я посылку получил уже два раза. Нахожу здесь уже продолжительный срок, более года. Очень удобно родственникам передавать таким образом продукты, сигареты и необходимые вещи. Очень удобно в том плане, что не всегда они могут приехать. В передаче Дмитрия даже не вскрыты ни одной коробки. В доскональной проверке теперь нет нужды, поскольку контроль качества по системе госзакупок не допускает посторонних предметов той же колбасе или сигарете. Родственники оплачивают только разрешенные, и посылка гарантированно доходит с охранности до получателя. Об этом, кстати, тоже можно узнать на сайте электронного ФСИНА или задать другой вопрос о посылке заключенному. У нас высвобождаются силы и средства, которые мы задействуем для досмотра, передач, посылок, всего вот этого. Все надо разломать, досмотреть, разрезать. А так и мы свободны, у нас больше времени другим заняться. И наши подопечные получают целые, неразрезанные в упаковочках продукты. И мы 100% уверены, что туда не проникли, не попали никакие запрещенные предметы. Вот в этом, я считаю, плюсы для всех. В то время как окна приема в магазине при следственном изоляторе номер один закрыты, интернет-сервис продолжает работать. Пока к нему подключены четыре кузбасских СИЗО и одна женская колония. Скоро добавятся и другие учреждения исполнения наказаний нашей области. А программисты совместно с органами системы планируют открыть для осужденных интернет-аптеку, интернет-библиотеку, а в будущем и видеосвязь с родными. Елена Шенгареева, Павел Пасечник, Видимости, телекомпания ТВМО.